Приветствую вас на канале Филин Казимир. Спасибо, что смотрите наш канал. Не забывайте подписываться, если вы здесь впервые. В этом ролике вы узнаете о истории возникновения популярной породы собак хаски, о том, как ухаживать и чего ожидать от этой породы. И если вы хотите завести себе эту породу, посмотрите видео до конца и поймете, подходит ли вам именно эта порода. Впервые хаски появились в Сибири в начале 17 века, когда племенам были необходимы ездовые собаки, а также помощники на охоте. Для одной упряжки требовалось 9 собак, и большое количество добываемой рыбы позволяло с легкостью прокормить такое количество животных. Экспедиторы 17-18 веков помогали развитию собаководства. Вскоре о ездовых собаках узнали и американцы, и с 1908 года они стали завозить их в Штаты с Дальнего Востока, где хаски отлично зарекомендовали себя и с каждым годом становились все популярнее и популярнее. Благодаря хаске, вожаку стаи по кличке Балта, был спасен от эпидемии город Ном. Позже этой собаке установили два памятника, один в Нью-Йорке, другой на Аляске. Отметим, что в годы Великой Отечественной войны хаски проявляли себя как настоящие спасатели и помогали вытаскивать раненых людей из-под завала. Официально породу хаски зарегистрировали только в 1934 году. Тогда же были разработаны и утверждены стандарты породы. Хаски довольно крупная собака, с вытянутым телом и хорошо развитой мускулатурой. Глаза миндалевитой формы. Цвет встречается голубой или карий. Лапы у хаски средней длины, крепкие, а хвост толстый и пушистый. Шерсть у хаски густая, с развитым подшерстком и средней длины. Окрасы самые разные, от черного до белого, с отметинами и полосами по всему телу. Наиболее популярными являются черно-белый и серо-белый окрас. Хаски очень дружелюбные и ласковые собаки. Более тесные и глубокие отношения они устанавливают только с одним членом семьи, тем самым показывая, кого они выбрали своим хозяином. Хаски собака не для охраны. Они очень добродушные и не смогут защитить вас от грабителей. Хоть и внешностью они схожи с волками, характер у них скорее кошачий. Детей хаски очень любят, но наедине с собакой ребенка оставлять не стоит. Хаски отличный компаньон, готовый следовать за хозяином хоть куда. Они любят путешествовать, готовы целыми днями учиться чему-то новому. Не стоит оставлять пса надолго одного, он будет скучать и начнет выть, что вряд ли придется по душе соседям. Хаски довольно неприхотливы в содержании и не требуют особого ухода. Они очень чистоплотны и не доставят проблем с сильным запахом от шерсти. Купать эту породу нужно редко, достаточно одного-двух раз в год. Два раза в год собаки линяют, в это время их нужно активно вычесывать пуходеркой. Ленька может продолжаться до трех недель. Собак ни в коем случае нельзя стричь, густая шерсть спасает их от жары и холода. Необходимо раз в неделю стричь собаке когти. Отросшие когти причиняют собакам боль при ходьбе и прыжках. Хаски нежелательно содержать в квартире. Им нужно много свободного пространства. В идеале загородный дом и большой двор. Готовьтесь к тому, что вам придется много гулять. Хаски нуждаются в большом количестве упражнений, поскольку это ездовые собаки. В день им нужно проходить, а еще лучше пробегать до 10 километров. Хаски отличный компаньон для путешествий. Если смастерить для собаки рюкзак, то она может нести пищу и воду. Зимой хаски могут катать детей на санках. Кормить питомца нужно сухим кормом премиум класса. Если же вы остановились на натуралке, то выбирайте нежирные сорта мяса, субпродукты, яйца, творог, овощи и фрукты. Ни в коем случае не давайте собакам сладкое, соленое и мучное. Отваривать мясо тоже не нужно. Кормите собаку сырым продуктом, предварительно замороженным на 5 суток, чтобы избежать глистной инвазии. Хаски любят доминировать и всегда стремятся занять место лидера в семье, поэтому сразу покажите псу, кто в доме хозяин. Обучение простым командам нужно начинать с раннего детства, с 2-3 месяцев. Научите собаку давать лапу, сидеть, лежать и команде апорт. Проводите обучение в виде игры. Хвалите собаку за правильно выполненные задания, а за каждый успех порадуйте лакомством или погладьте по голове. Не кричите на собаку и ни в коем случае не бейте, она агрессии не поймет, а вы лишь потеряете контакт с ней. Повторяйте команду спокойно до 10-15 раз. С 6 месяцев начинается сложный переходный возраст, и если упустить этот момент, собака может стать неуправляемой. Вот несколько фактов о хаске. Первый факт. Хаски будут требовать долгих прогулок. Это очень активные собаки, поэтому большую часть дня они находятся в движении. Выбирая эту породу, учитывайте, что собака будет нуждаться в регулярных интенсивных прогулках. Чем чаще, тем лучше. И кстати, помните, что хаски ездовые собаки, так что они очень любят бегать. Возможно, вам тоже придется полюбить бег. Второй факт. Мозг собаки тоже нужно тренировать. Хаски нуждаются не только в физических нагрузках, но и в умственных тренировках. Так что хозяину придется часто ходить с собакой по разным местам, исследовать новые маршруты, играть и учить преодолевать препятствия. При регулярных нагрузках и подвижных играх, ваш питомец будет вести себя как самое ласковое и послушное животное. Третий факт. Хаски не охотник и не защитник. Если вам нужна собака для охраны, то придется выбрать другую породу. Использовать хаски для защиты практически бесполезно, так как у них отсутствует агрессия к человеку, и охранный инстинкт сведен к минимуму. Более того, попытки разблокировать эту агрессию могут привести к нарушению психики собаки. А учитывая ее размер, это может быть небезопасно для окружающих. Что касается охотничьего инстинкта, то он у хаски сильный. Но они охотятся исключительно для себя и добычи не приносят. Четвертый факт. Они отлично ладят с детьми. Сибирские хаски действительно могут легко стать прекрасным компаньоном для детей. У эскимосов, которые и вывели эту породу, была также традиция. После рождения ребенка стаю хаск загоняли в жилище, чтобы они грели малыша. Правда, не стоит отпускать детей гулять с этой собакой самостоятельно. Дело в том, что хаски очень сильные и могут рвануть с поводка. В этом случае ребенок может вывихнуть себе плечевой или локтевой сустав. Пятый факт. Хаски очень умные, но упрямые. Хаски сложно дрессировать, поскольку они очень самостоятельны. Собака, скорее всего, будет прекрасно понимать, что вы от нее хотите, но выполнять все команды она станет только в том случае, если сама этого захочет. Сибирские хаски не мыслят шаблонно, как то требуется при дрессировке. В то же время эти собаки нуждаются в твердом и сильном лидере рядом с собой, который своей настойчивостью сможет добиться от своенравного питомца послушания. Поэтому людям со слабым характером будет очень непросто укоротить этих темпераментных зверей. Шестой факт. Это очень обидчивые собаки. Физические наказания – не лучший способ воспитания собак этой породы. Из-за собственного характера метод кнута и пряника в отношении хаски не действует. Эти собаки очень эмоциональны и плохо переносят ругань. Они могут обидеться и долго сидеть в углу. Воспитывая хаски, лучше их почаще хвалить и поощрять вкусняшками за хорошее поведение. Питомец это запомнит. Седьмой факт. Хаски по прошайке. Хаски довольно хитрые. Они отлично умеют симулировать и играть на публику. В основном все свои артистические способности они используют для того, чтобы урвать что-нибудь вкусненькое. Поняв, что состроив голодный взгляд, он может получить лишний кусочек, хаски будут снова и снова прибегать к этому методу. Восьмой факт. Они воришки. Если хаске не удалось выпросить лакомый кусочек, то он его украдет. Хаски и воришки это синонимы. Если вы оставите еду без присмотра, можете с ней попрощаться. Собака найдет способ ее стащить. Причем для нее не важно, что лежит на столе, кусок мяса или банан. Девятый факт. Хаски могут нападать на кошек и других мелких зверей. Важный момент. Раньше упряжечных собак было принято кормить только зимой, когда они начинали работать в санной упряжке. В остальное время года псов распускали, и они жили на подножном корму. Поэтому у хаски заложено в голове, что они сами должны добывать себе еду. Это свойство породы приносит определенные проблемы для хозяев собак. Так, видя на своем пути кота, курицу и даже зайца, пес, скорее всего, попробует догнать и задушить добычу. Правда, если щенок с детства воспитывается с котом или другим питомцем, то он не будет на них охотиться. Десятый факт. Помойки лучшие друзья хаски. Хаски обожают рыться в мусоре и делать запасы. Скорее всего, все несъеденные кости и прочую дрянь ваш питомец будет приносить домой и прятать во всех углах и шкафах. Одиннадцатый факт. Они не лают. Этим собакам не свойственно лаять. Тем не менее, они бывают очень разговорчивы. От любых сильных эмоций, будь то радость или возмущение, хаски начинают выть, совсем как настоящие волки. Двенадцатый факт. В доме будет много шерсти. Сибирские хаски довольно чистоподны. От них нет слюней, а их шерсти кожи не имеют запаха. Но заводя хаски, учтите, что у них действительно очень много шерсти. Так что лучше заранее обзавестись надежным пылесосом. Линька проходит дважды в год естественным способом. Но густой подшерсток необходимо вычесывать, иначе шерсть будет попадаться во всем, даже в еде. Тринадцатый факт. Первое время придется прятать обувь. И не только. Первый год считается подростковым периодом для хаски. Это самое сложное время, когда они грызут и царапают все подряд. Если не обзавестись специальными игрушками и косточками, то в ход пойдет даже обувь и самые ценные вещи. Также щенок может довольно грубо покусывать ваши руки во время игр. В этом случае его надо воспитывать, прекращать веселье каждый раз, когда он позволяет себе такие шалости. Четырнадцатый факт. Хаски – это северная порода. Решив завести собаку этой породы, помните, что сибирские хаски все-таки не очень хорошо переносят жару. Да, они способны адаптироваться к жаркому климату, но при этом могут чувствовать себя не лучшим образом. В летний период лучше гулять с ним по вечерам, а днем держать в тени и на прохладе. Пятнадцатый факт. Эти собаки склонны к побегу. Известны случаи, когда хаски перепрыгивали через заборы, мордой выбивали стекла в доме, выпрыгивали через окна. Они довольно быстро учатся самостоятельно открывать двери, а также делать подкопы. Не забывайте, что это очень умные животные. В целом хаски – очаровательные собаки, очень социальные и дружелюбные. Главное – найти к ним подход и начать заниматься с раннего возраста. Тогда ваш питомец станет вашим лучшим другом. Однако, если вы чувствуете, что не можете уделять много времени тренировкам и дрессуре, то лучше отказаться от идеи завести хаски, поскольку эта порода нуждается в воспитании как никакая другая. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вы с чем-то не согласны, пишите в комментарии. Мне будет интересно почитать.